Для борьбы и профилактики коронавируса в Тверской области выделены дополнительные средства. На них планируется закупить 46 аппаратов ИВЛ, средства защиты, медикаменты. Такое решение принято на очередном заседании регионального правительства. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. На дополнительную закупку выделяется более 149,4 миллионов рублей. В регионе на основе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Запланировано создание резервных коек. Региональному министерству здравоохранения поручено проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья, Ржеве, Кимрах и Вашневолодском городском округе Балагое. На совещании с полпредами представителями президента в федеральных округах, где президент отметил, что очень важно обеспечить эффективное взаимодействие между региональной и муниципальной властью, правоохранительными органами, контрольно-надзорными, чтобы работали все ограничения, которые нам необходимы для реализации эффективных мер по карантину. Глава государства также обозначил в числе первоочередных задач – это увеличение в регионах специализированного коечного фонда, ввода новых центров диагностики лабораторий, которые у нас сейчас как раз и преоборудуются, и приобретение дополнительного медицинского оборудования, создание запаса лекарственных средств. Как правило, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, особенно у детей и здоровых молодых людей. Тем не менее, существует тяжелая ее форма. Одна из главных его опасностей заключается в том, что он поражает дыхательную систему организма и приводит к развитию атипичной пневмонии. Для того, чтобы выжить в таких случаях, и требуется искусственная вентиляция легких, иначе наступит смерть от удушья. В регионе закупаются пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационной кровати и другое медицинское оборудование. Сейчас этот коронавирус, который проходит, и у него более тяжелые случаи пневмонии, и процент, к сожалению, летальности, несколько выше, чем для обычных. Как он будет в дальнейшем в себя вести, этот вирус, пока мы не знаем. Над этим, конечно, работают ученые, его изучают. Симптомы, они примерно такие же, как для любого респираторного заболевания. Дальше. У нас, например, для этого респираторного заболевания установлено для новой коронавирусной инфекции инкубационный период, который по рекомендации ВОЗ, дан 14 дней. Если брать, допустим, тот же грипп, у него инкубационный период намного меньше. Сейчас на территории региона действует ряд ограничений для сохранения здоровья граждан. Неделя с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента объявлена выходной. В это время продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и службы жизнеобеспечения. На общественном транспорте Тверской области регулярно проводятся дезинфекции. В столице Верхневожья на железнодорожном вокзале и автовокзале установлены тепловизоры. Актуальная информация о коронавирусной инфекции Тверской области размещена на сайтах правительства Тверской области, регионального министерства здравоохранения и в социальных сетях.